Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Добрый и ярский день сегодня у нас 3 мая и 2 ияра, да? У вас очень смешное название. Добрый и ярский день. Сегодня 17 день омера, да, сегодня 17 день омера, мы продолжаем считать дни омера. Значит, каждый день это... Вообще здесь есть много глубоких смыслов. Тора, как вы знаете, она разделена на 4 уровня глубины, то есть есть 4 уровня постижения Торы. Первый уровень называется Пшат, простой смысл. Вот мы сейчас считаем дни омера. Сегодня 17 день, что это 2 недели и 3 дня, да? Все по-простому посчитали. Но оказывается, не все так просто, потому что каждый день есть 7, всего есть 10 сферот. И когда 10 сферот, это 10 как фильтров, через которые божественный свет идет в мир, и каждый этот фильтр, сфера, да, это как линза такая, каждый этот фильтр, он обладает какими-то качествами, которые при вот эту божественную энергию передают ей какую-то особую, особую оттенок, да, как вот у человека есть эмоции, но это же все равно, все это эмоциональная энергия, окрашенная в разные цвета. Там тревога, это эмоциональная энергия, которая окрашена в такие тревожные цвета, да, а радость, это эмоциональная энергия, окрашенная в радостные цвета. И вот сферот, они божественный свет окрашивают в цвета, которые мы привыкли назвать качествами. И, значит, эти 7 недель, 49 дней, которые мы считаем, омер от выхода из Египта, от Песаха до Шавуота, праздник Ден Дарования Торы, мы каждый день, мы, он окрашен в какое-то вот качество, над которым мы работаем. Это только намек, это только намек, это второй уровень глубины. А третий уровень глубины, это драж, это то, что там зашифровано, это вообще даже мы касаться не будем. А четвертый уровень глубины, это тайна. Тайный уровень, это то, что называется кабала, этот уровень мы даже и не знаем, даже мы догадаться не можем. То есть это так напрямую, оно и не связано с этими 49 днями, то есть это нужно учиться и учиться, чтобы туда дойти. Теперь, значит, сегодня 17 день Омера, второй день Ияра, и нам книга о Йом-Йом, которую составил Любович Тереба, она нам сообщает интересную, такие разные кусочки, такие фрагменты, эти пазлы, которые если вот в нужный день, нужное время, нужное состояние, и ты все это вместе соединяешь, и потом углубляешься в этот пазл, тебе может что-то открыться, может открыться какая-то интересная, совершенно новая грань реальности, новая грань понимания мира, себя, событий, но глобально все это для чего? Для того, чтобы хорошо жить, здесь хорошо жить, там хорошо жить, на небе, чтобы было хорошо, чтобы все было хорошо. Значит, оказывается, сегодня день рождения Ребе Шмуйля, вот мы не знали, это четвертый Любович Теребе, дедушка Ребе Иосиф Ицкака, значит, и вот этот Ребе Шмуль, он родился в 1833 году, сегодня 2-го Ияра, его был день рождения. И однажды, в возрасте 7 лет ему было, он держал экзамен перед Цемахцедаком, это предыдущий Ребе, третий Любович Теребе, то есть этот маленький мальчик, ему 7 лет, он будет следующим Любович Теребе, а экзаменами у него принимает действующий Любович Теребе, который был третий Любович Теребе, Цемахцедак. И, значит, мальчик этот, он так хорошо отвечал, что его учитель, который его готовил, который его обучал Торе, он пришел в восторг, и не в силах сдержаться, он воскликнул, обращаясь к Цемахцедаку, к этому Ребе, да, Ребе это как глава такой, учитель, царь такой, да, он ему говорит, а что скажете, превосходно? У него очень хорошо получается, он так восхищался своим учеником, этим 7 летним будущим Ребе, а Цемахцедак ему ответил, а что удивительного в том, что тот, кто родился в день, когда проявлена энергия Тиферес, 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 Шебетиферес, великолепие в великолепии, что он все делает превосходно, второе, как раз сегодня, 2 яра, 17 день омера, это действует здесь энергия великолепия в великолепии, тот, кто родился в этот день, то на него влияла эта энергия, и он говорит, а что удивительного, что он все делает великолепно, он родился, когда была эта энергия как раз проявлена в мире, и Голдомейр, она действительно тоже действовала, она была великолепна, великолепна, то есть она действовала так, что люди, она ехала в одном платье, представляете, у нее не было во что переодеться, и она ехала, когда было основание государства Израиль, как раз сейчас вот празднуется День независимости и все, и она приехала в Америку, война за независимость, у нее одно платье было, да, и она собрала 150 миллионов долларов, по тем деньгам, это как сейчас там 2-3 миллиарда долларов, она не спала, 2 недели она выступала, по 2-3 раза в день, перед всеми, перед всеми, перед всеми, значит, она выступала и просила, дайте деньги, она говорит, пока вы будете мне, не аплодируйте, она говорит, пока вы будете аплодировать, уже не будет государства Израиль, давайте деньги, давайте оружие, помогайте, сейчас не время аплодировать, сейчас время помогать, Так говорила Голда Мэр, когда ехала она и не спала, представляете, вообще две недели она все и собрала там 2-3 миллиарда долларов, на эти деньги закупили оружие, приехало оружие, Израиль сумел выстоять один против шести стран. Шесть стран тогда напало арабских на Израиль, армии, регулярные армии, английские подготовленные, которые служили в английской армии. Израиль это были просто после войны беженцы из концлагерей, которые вообще просто были, но они знали за что они воюют, то есть у них не было, у них как бы проиграть они не могли, только выиграть. И значит, вот сейчас как раз день независимости, когда они объявляли, очень классная книга, я очень советую прочитать книгу Голда Мэр «Моя жизнь», это невероятное вообще ее личное воспоминание о ее жизни, одна из самых сильных книг, которые я читал вот о личностях, да, о великих личностях. Теперь, значит, ой, все, не надо, будь здоров, можете сказать, потому что пожелание каждого человека, оно очень сильно, очень сильно влияет. Я вам тоже желаю, будьте здоровы. Вот Нова Ходорковская, если читала «Моя жизнь», «Голдемер», она, конечно, очень, я уверен, что повлияла. И насколько сейчас легче дается Алия, и все, когда сравниваешь, как они тогда прилетели в Израиль, что они здесь чувствовали, как они здесь были, то есть сейчас даже самая тяжелая Алия в Израиль, это легче, чем было у Голдемера. Хорошо, теперь дальше следующую книгу, которую мы каждое утро изучаем, это «Обретение неба на земле». Здесь тоже идеи идут, идеи, которые высказывал Любович Теребе, значит, и берут его идеи, и сегодня такая идея у нас разбирается. Идея такая, часто депрессия происходит от высокомерия. Поняв, кем вы являетесь на самом деле, вы не будете так разочаровываться в себе. Значит, давайте рассмотрим эту идею. Значит, вот человек находится в депрессии. В депрессии он говорит, все не так, жизнь не такая, я не такой, я, значит, никто меня не любит, значит, все против меня, никто мне не помогает, что у меня за жизнь такая. И он в депрессии, ему обидно, ему очень обидно, он ничего не хочет, люди от него отвернулись, все. Теперь, как ему поможет идея, что все это от высокомерия? Значит, что такое высокомерие? Это когда человек себя заценивает выше, то есть высокой мерой, да, такой, высокой мерой он себя оценивает. И он, значит, подразумевает, что ему кто-то должен помогать, он подразумевает, что кто-то должен на него обращать внимание, он подразумевает, что кто-то должен его любить, то есть это высокомерие. Если он себе скажет, а за что меня любить, что я делаю для людей там, например, или за что меня любить, почему я должен что-то получать, чем я лучше, Голдемейр, которая приехала сюда, и она работала здесь в Кибуце, была, из одежды у них был у женщин только мешок с веревкой, они были в мешках и обвязывались с веревкой, это у них одежда была, представляете, а из посуды были только кружки, ржавые кружки, они здесь работали, поднимали там колхозы эти, совхозы и так далее, чем я, когда человек подумает, что чем я лучше, чем она, и почему мне должно быть легко, и почему я жду вообще, что мне будет легко, и что кто-то мне будет, кто-то должен мне помогать, там все, когда он перестает это ждать, когда он перестает ждать от себя каких-то подвигов, каких-то сверх там событий, он говорит, я, кто я, я вертикально ходящая лужа, значит, человек это вода плюс немного земли, и я, значит, все мне, Всевышний, значит, он мне Всевышний дал вот такую вот, он мне дал ситуацию, и когда он перестанет ожидать чего-то больше, чем есть, в этот момент у него, написано, часто депрессия происходит от высокомерия, то есть какой-то определенный тип депрессии можно вылечить скромностью, да, то есть перестав ожидать от жизни, от людей, от Всевышнего что-то, что мне как будто бы положено, я начинаю ценить больше то, что, все начинаю больше ценить, это похоже, знаете, как, я люблю этот пример, пример, когда йог, он спит на гвоздях, и потом ему дают поспать просто на земле, и он говорит, слушай, вообще это просто кайф, какой кайф, да, ну, относительно гвоздей, а принцесса на горошине, ее приглашают в хорошую гостиницу, дают ей кровать, а она рыдает, вообще плохо мне здесь вообще, потому что мне даже горошина через 40 этих матрасов она давит, то есть это такой один из методов борьбы, и борьбы, победы над депрессией, это убрать высокомерие, то есть понять, что все мы здесь гости, хорошо, дальше, «Мудрая сторона каждый день», эта книга, здесь разбирается отрывок, знаете, есть в главе к душам «Будьте святы», рассказывается интересная вещь, что дерево, которое вы посадили в земле Израиля, если три года, три года первых, из него нельзя есть плоды этого дерева, после того, как вы три года не ели плоды, это называется орла, четвертый год, нужно собрать плоды и идти в Иерусалим, и там кушать эти плоды с друзьями, раздать, праздновать, можно их продать и купить мясо, и там кушать, в общем, нужно четвертый год праздновать, что у вас есть дерево, которое три года давало плоды, которое вы не делали, выполняли заповедь Всевышнего, не ели эти плоды, не продавали, орла запрещена, четвертый год вы прославляете Всевышнего, и написано, и на пятый год Бог тебя благословит большим урожаем, и значит, благословит тебя Бог большим урожаем, и дальше этот сад будет тебе давать плоды. И получается, Бог говорит нам, что ограничения, связанные с использованием плодов первых четырех лет, нужно соблюдать ради пятого и последующих годов. А разве неправильнее было бы сделать акцент на святости четвертого года, а не на земных выгодах пятого и следующих годов? И говорит нам, любая четвертая, это его как раз идея, святость сама по себе не является нашей целью. Цель в том, чтобы наполнить святостью этот мир. То есть нам нужна святость для того, чтобы этот мир вокруг себя наполнить этой святостью. И тогда этот мир становится жилищем Всевышнего, и все стороны нашей жизни таким образом мы достигаем цель творения. То есть мы не убегаем из этого мира в мир духовный, а мы наоборот притягиваем духовность в этот мир. И делаем так, чтобы этот мир стал пристанищем для Всевышнего. Понятно, да? Поэтому, когда мы едим плоды пятого и последующих годов, не обладающие изначальной святостью, то мы и осознаем, что изобилие пятого года следствие соблюдения закона Всевышнего в течение четырех предыдущих лет. То есть понятно, да, идея? И кто выдержит эту идею? Вот многие люди, прям реально здесь в этой идее, ответ на вопросы многих людей. Они начинают соблюдать. День пособлюдал, два пособлюдал. Говорит, ну что ж такое, где Всевышний? Почему у меня деньги с неба не падают? Почему я сразу там не выздоровел от всех болезней? Я же уже соблюдаю. Вот я уже там второй урок с кака смотрю. Уже я, значит, ем на завтрак кошерное. Пока только на завтрак. На обед и ужин ем пока не кошерное. Значит, я уже шаббат соблюдаю, но как бы кедуш делаю. Ну где, где Бог? Почему Бог, где он вообще? Почему я уже неделю религиозный? А где Бог? Почему он не решил все мои вопросы? Так здесь как раз ответ на этот вопрос, что здесь три года орла. У тебя дерево есть, плоды есть, а ты их есть не можешь. Четвертый год. Собрал плоды и едешь в Иерусалим, прославляешь Бога, что у меня есть дерево. Три года я не ел плоды, а четвертый, я все плоды должен здесь съесть, не продать не могу ничего. И с пятого года пойдет только тебе тогда благополучие. Кто дождется до пятого года? Кто? Вот мы проверим, Светлана Карачева дождется или нет. Это есть известный, значит, один парень, он был не еврей, и он хотел очень сильно пройти дьюр. И он пошел учиться в Яшиву, его приняли, он учился в Яшиве, он был цадиком, вставал каждый день, молился до восхода солнца, с восходом солнца, в Атитин. Выполнял все по самым строгим таким, по самым строгим канонам. Теперь, когда он прошел дьюр, на следующее утро, он не встал на утреннюю молитву, на Шахарид, не встал. Почему? Здесь есть два объяснения. Первое объяснение, что пока он не прошел дьюр, у него не было то, что называется ецерара, злое начало, против Всевышнего и против заповеди. То есть, когда ты поднимаешься на большую волну святости, чем больше святости, тем больше сопротивления животной материи. И получается, что в момент, когда он соблюдал все заповеди, но еще не был военно обязанным, не был евреем, который обязан их соблюдать, то у него не было сопротивления. А теперь, когда он стал евреем, у него включилось огромное сопротивление. Представляете? Такое есть объяснение. Вот. Хорошо. Значит, понятно, как работает святость и когда придет благословение в этот мир. Теперь, еще сегодня я хотел вам рассказать о очень важной, вот вчера у меня была идея. Значит, была такая идея, есть Мишна в Пертьевод, в третьей главе. Раби Элязар Амудаи, Раби Элязар Амудаи, он сказал такую вещь. Он сказал, что тот, кто Михалель Акодшим, тот, кто обесценивает святость, Кодшим, это жертвоприношение, такие. Тот, кто Мивазе Амуадот, тот, кто пренебрегает Муадот, Муадот, он пренебрегает полупраздничными днями, праздниками и так далее, временами, дословно переводится, временами праздников. Тот, кто Амалбин Пнехаверобарабим, тот, кто заставляет ближнего бледнеть публично, позорит ближнего публично, и тот, кто Амафер Бритошель Авраам Авину, тот, кто пренебрегает союзом, который заключил Авраам Авину, это союз обрезания, значит, тот, кто пренебрегает союзом обрезания, значит, несмотря на то, что есть у него в руках вторая и добрые дела, вторая и добрые дела, нет у него доли в грядущем мире. Я думал много над это, мишно думаю, но как же так, как же так, нет у него доли в грядущем мире. Значит, три года, Моши Шитман, вот четвертый год будем праздновать в Иерусалиме, готовьтесь, нужно собираться и ехать в Иерусалим, и с пятого года уже у вас все пойдет. Моши Шитман три года слушает уроки, но слушать мои уроки это не значит соблюдать заповеди. Слушать мои уроки можно просто интересно, познавательно, полезно, какие-то вещи. Мы же, закон мы здесь не изучаем, мы не изучаем, что нужно делать, мы здесь изучаем, почему нужно делать, глубину, как нужно делать, мы изучаем, главное такое понимание, как это все работает, но сам закон, именно закон, вот, что можно делать, что нельзя, что хорошо, что плохо, что запрещено, что разрешено, мы здесь не изучаем. Именно на моих уроках мы единственное, мы изучали законы Лошонара, законы злоязычия, но я, значит, надеюсь, что хоть чуть-чуть мы в этих законах разобрались, и это очень тяжело соблюдать все эти нюансы, все сложности, вот сейчас даже чуть-чуть, никто никого не хотел обидеть, мы здесь, вот здесь еще очень важно намерение, то есть, если даже кто-то что-то написал, человек может подумать, что это обидно, но не хотел обидеть, я вам скажу, я извиняюсь, если кого-то обидел, я никого не хотел обидеть, да, вот Светлана Корчева семь лет слушает, и слава Богу, вообще, слава Богу, что есть такая тяга к Слову Всевышнего, к изучению Торы, но вот эти вот вещи, действия, они самые тяжелые, вот их соблюдать, особенно в мелочах, особенно все же регламентированно, да, очень тяжело, очень тяжело соблюдать заповеди, намного тяжелее, чем верить в Бога, потому что верить в Бога, вот я, например, уже много лет, я поубежденный вегетарианец, то есть я реально вегетарианец, убежденный, даже я по убеждениям ближе к вегану, но мясо кушаю, вот все время мясо кушаю, значит, но по убеждениям я конкретный веган, я верю, что вот лучше быть веганом, ну, как бы здоровее, чище, по убеждениям я очень люблю и веганов люблю, и растения, очень люблю, овощи, фрукты, вообще просто, но не ем пока, ем в основном мясо, не знаю, привычка, понятно, да, то есть можно быть очень верующим человеком, это как раз ответ, что кто-то написал, что есть религиозные бандиты, есть, есть, безусловно, есть, то есть они верят в Бога, они верят, что Всевышний создал мир, что он дал заповеди, но они почему-то думают, что вот в этом месте, как-то, я не знаю, может они в этом месте вообще не думают, вот прям перестают думать в этом месте и все, как бы они говорят, ну вот, а в этом месте я не религиозный, то есть я девять десятых времени религиозных, а десятую часть времени не религиозный. Теперь, эта Мишна, почему она меня, эта Мишна, удивила, да, не удивила, вот какой у меня был хидуш, почему я ее рассказал, значит, смотрите, первое там идет тот, кто обесценивает святость, да, кодшим это жертвоприношение, вот эти все орла, там три года, вообще непонятно, почему нельзя ездить деревья, да, все законы, связанные со святостью, они непонятны, они вообще абсолютно логикой не необъяснимы, и поэтому многие люди обесценивают, но чем ты ближе приближаешься к храму, к святости и так далее, тем, тем там больше, больше там, как сказать, опасность, да, второй аспект там был времена, то есть, смотрите, берется святость, времена, вообще непонятные заповеди, связанные с временами, почему с заходом солнца в пятницу наступает шаббат, что меняется в мире, ну вот почему именно этот заход солнца, и он включает абсолютно другое время, непонятно, почему вот именно Песах семь дней нельзя есть хлеб, весь год надо есть хлеб, а в Песах нельзя есть хлеб, непонятно, то есть это очень вот, первое, где люди спотыкаются, законы святости, непонятно, второе в этой мишне приведено. Законы времен. Непонятно. Третья в этой мишне приведена. Значит, амалбин пнеихаверобарабим. Тот и заставляет позорить ближнего публично. Непонятно. То есть, если человек говорит ваше норае, это же правда? Это правда. Почему нельзя сказать человеку правду, что у него нос кривой или у него нога, короче, другой, или что он вчера только он воровал, а сегодня он уже религиозным стал, кипуадел. То есть, почему нельзя сказать? Если это правда, так почему нельзя сказать? То есть, третья вещь, тоже непонятно, почему нельзя. Четвертая вещь. Амафер Бритошшель Авраам Авину. Тот, кто пренебрегает союзом Авраама Авину, это значит, это тот, кто вступает в беспорядочные половые связи. То есть, он еврей, он должен там, ну, следить за чистотой семейной жизни, а он то место, где у него союз обрезание, не туда все время его пристраивает. Так, тоже непонятно. Он делает добрые дела таким образом, можно так сказать. Он же делает там, осчастливливает кого-то, да, людей, там, женщин, например. И он, что, какая к нему претензия? Почему нельзя? Тоже непонятно. И получается, что все вот эти вещи, которые непонятные, они могут лишить человека Улама Баб, по мнению Рабеля Зара Мудаи, в этой если есть у него, если у него есть Тора, он учит Тору, и есть добрые дела, Масим Тувим, он много помогает, но если он в этих четырех вещах, если он не, как сказать, не соблюдает заповеди Всевышнего, то он может потерять долю в грядущем мире. Представляете, очень мне такое сегодня обратил внимание, сегодня, вчера на эту мешну, я раньше не понимал, и вот мне Всевышний открыл вот такой вот глубокий смысл в этом. Все, все будьте здоровы, счастливы, чтобы была у нас и вера, и реализация веры через выполнение заповедей, чтобы мы понимали точно, что Бог от нас хочет, чтобы понимали, где добро, где зло, и чтобы делали только добро, не делали зла, и чтобы в заслугу, что мы с вами будем делать добро каждый в своей частной личной жизни, Всевышний остановит войну, потому что, ну, дуракам, как говорится, закон не писан, и дураки, они, они друг друга в итоге, ну, они все равно, где-то они поранятся, да, я надеюсь, но мы должны молиться, чтобы Всевышний остановил войну, чтобы добрые, хорошие люди не страдали, вот это важно. Все, будьте все здоровы, удачи, успехов, хорошего дня, прекрасного дня. Субтитры создавал DimaTorzok